Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение партии за Юлией от Сазаря в Сидмерс Цивилизейшн 6. Подробности того, что здесь происходит в первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, я думаю, наверное, последнюю всё-таки серию прохождения, то надо начать смотреть сначала. Ссылка на весь плейлист в описании в прикреплённом комментарии, смотрите там. А мы тут продолжим. Итак, вышли в эпоху атома, золотой век, кстати, дофига народов героический даже повыходило. Так, вот тут вопрос, конечно, что нам брать. Так, под охраной лжи шпионы мгновенно. Ну, через шпионов и через туризм бессмысленно нам либо к оружию. Надо ли нам вообще создание военных юнитов? Ну, а тут бонус у нас и компуса не особо, типа, ну, типа, немного у нас соседства у компусов, чтобы производство с этого иметь. Может, реально тогда шпионов взять? Сколько у нас шпионов в деле? Вот у Феодоры захвачено. И ещё пять. Так, вот, юаня ожидает. Блин. Мгновенно обосновывается. Время выполнения операции сокращается на 25%. Ну, мне кажется, мы с этого больше бонуса получим, чем... Чудеса света мы точно не будем строить. Бонус-соседство кампуса производства у нас мало соседства, да? Туризм нам точно не нужен. Остаётся к оружию либо под охраной лжи. Но мы юниты скорее покупаем, чем строим. Так? И объявлять войну кому-то ещё. Если я буду, объявлю, мне пофигу войну золотого века. Так что под охраной лжи реально остаётся. Так, это я к себе возвращаю. В Рим надо посадить. Арпенгало уже вернулся в Рим, кстати. Хотя Амания у нас сидит в Наске. Может, всё-таки Амания либо вернуть домой, либо... Давайте, кстати, вернув какой-нибудь город, наверное, в Ореции. Тут ещё есть кумы, не надо. В Ореции вполне. Вот. Ну, а прокачаем мы тогда... Может, ещё Лян. За каждый пригород и Акведук в этом городе. За каждый канал и Дамбо. Ну-ка. В Медиаллане у нас не Акведуков, а Кабань. Да, тут ничего нету. Может, Виктора до ядерной гонки Так, а что по поводу стратегических ресурсов? Виктор у нас где? В Равенне. Стратегический ресурс у нас тут лошади только. Может, Виктора пересадить, типа, на уран? Ладно. В принципе, урана достаточно капает. Тяжёлое поражение. Так, а если мы сделаем так... И вот так тут подъедем. О, плывёт уже. Товарищ из Галлии. Надо принуждать Индию к миру. Не готов он тут мириться? Не готов. Товарищ из Галлии. это просто выстрелю пантеон как-то так и неплохо в итоге заходят хотя мне все-таки пантеонами на лагеря я считаю лучше был бы придется брать следующие как-то очень не скоро будут так это мы открыли управление будущего давайте в носку заброшу таруга так ну блин тут еще танчик куда-то и галера окна у нас ничего не затопляет вы можете созвать очередную но у меня нету очков дипломатии за то что я тут города по захватывал странно что никто но обычно конечно влияет вот это кризис какой-то ниш против меня кризис да ладно где времену время ладно у нас не время основной никто не предлагает мир и никто не соглашается но я все-таки не буду тут менять любой любую прокачку шпиону давайте дальше очки дипломатической плюс один к перемещению на вражеской города с космопортом плюс 3 алюминий плюс 3 вот это наверно надо открывать ну я же не могу предлагаю зачем он предлагает и семья чего там на там же 30 классических очков надо у меня 0 и минус 7 серьезно вот это просто прокачан на 7 плюс 17 против морских юнитов просто ваншотает а под лодочки у нас будут ядерки бросать так высотились монахи шаолин нет только не они этим их танчиком наверное сможете а блин не добегает немножко жалко хотел надуло надеть монаха извините за натуралистические подробности вот здесь зона контроля так а мы танчиком не убьем не убьем а ну на танчика не действует зато зона контроля даже мумбай себе оставлю он скорее все отваливаться будет но не буду просто как вы понимаете удаление города очень сильно повышает недовольство нами всеми остальных гасу всех остальных государств ну а это все таки удалю но я собирался после этого заключать мир с клеопатрис она согласится конечно она согласит а нет ясно к самой никто не хочет мириться все любовь прошла завяли помидоры каирские кстати а мы каир вообще захватывали тоже ракедет столица каира даже не было по моему потому несколько городов просто уничтожили ищение вот на производстве так а тут подрыв дамбы и вербовка партизан давайте пока этот у нас так нам надо космопорт нет давайте мы будем наверное в центре города все-таки сидеть контрразведку а тут ремонтировать космопорт пять ходов нифига себе ну слава бог что у нас не здесь мы запускаем спутники губернатора нейтрализовали даже не знаю что давайте деньги пока воровать тут все быстро у нас связи ну с так что у нас может продуктовый рынок купить просто заказник построил ну так себе он тут конечно у нас зря только строил по моему македония губернатора в адуату к я могу алюминий продавать и корпорацию на цитрусовых и мрамори могу сделать о кир осудил а чё ж ты не не участвует не участвуешь вместе со мне со всеми в моем попили интересно мумбаи вообще быстро отвалится в каких они там веках так стала жертвой агрессия в этом могу участвовать а возместить ее затраты на оборону прикиньте я в этом тоже участвую и возмещаю ее затраты на оборону от меня это практически как этот директор там запорожского какого-то завода продавал двигатели российским ракетам что-то типа такого 5 5 сейчас и кир может мне войну объявить вот в этой фигне я не могу ничего вкладывать у меня 0 дипломатических очков сейчас посмотрим что из этого пройдет я стану что да кир только александр еще со мной не воюет сюда еще амбиорикс кир и чендрагубты вписались клеопатра кстати против голосовала но это военный кризис наверно потому что я захватил город чендрагубты скорее всего так авиакосмические подрядчики я точно поставлю вопрос только вместо какой карточки наверно вместо учетных банков она меньше всего дает выхлопа хорошо учетные банки может рационализм не все-таки рационализм пока оставим пока не открыли последнюю теху рационализм не убираем ну тут два хода до межпланетного полета осталось в общем то этого инженера забираем следующий о королев нам нужен так теперь мы сейчас будем читать да и стефаник волик нам нужно будем сейчас усиленно везде читать так общество будущего пойдем тут ничего из этого не надо ваш международную для каждой ну хотя рыночной экономикой 2 давайте капитализм откроем у нас уже две ядерки есть и к эти семь послов может что-нибудь все-таки за союзим вот буэнос-айрос например шутки луки сева не работала лучше аншан занзибар таруга нер пока не буду хотя мечты 4 послачу их не за союзить как минимум таругу например так что ну вот эти меня очень пугают монахи шаолинь подъедет мне в лоб даст своим кулачком учетка в кого-то хочется уже атомку бросить давайте посмотрим так амбину дамберик сами далеко плыть а вавилон вообще тут ничего не запуск не к этим ракет строение и космопорт построил но спутник даже не запустил может все-таки к амбеорексу поплыть какая разница подрыв дамбы вербовки партизан давайте где это можно камбеорексу надо куда-нибудь в его города да вот во первых дамба у нас вот воду атукия начнем с этого воду атукия не починено значит в бибракс так этот самолетик у нас не достанем до так тогда танчик пожалуй мочканем так что у нас по довольству так подождите а тут никак счастья не посмотреть что ли расходы расходы производство пищи золота опа лояльность довольство вот рим рим наверно но мы можем еще раз активировать потому что у нас гелик и а и и и и и и и так когда у нас тут отваливается а уже не отваливается нифига себе скажите индус же вроде в героическом веке да я в золотом и мисси равно хватает лояльности как у нас тут все неплохо оказывается так ну за и у ну атаковать раз кир решил мне войну вирс уже к никого теми самолетами так алюминий метель в плюс должен идти и энергию меня должно быть теперь дофига ну потому что карточку поставил хорошую пачу сделали а убили шпиона из индийской империи который пытался и поймали вавилонской империи индуса убили вавилонянина поймали и все это время рыночную я пока не расставить не буду просто хочу посмотреть как она дает ну кстати немного на самом деле так что поехали тут дальше вот этот самолетик у меня тут на корабли прокаченный очень хорошо работает теперь и 5 и и и и и Ну и роботы хорошо работают. Так, уже тяжело. Даже, видите, реактивными бомбардировщиками уже тяжело. Города. 112 силы у Кира там. А, ну я и так отсюда добегу. Так что можно просто стоять. И этого давайте починим пока. Можно что-нибудь тоже на родную территорию? О! Уровень всех ваших шпионов увеличивается на 1. Отлично. Так, этот что делает? Еще довольство. Ну время мы уже сделали. Хотя странно. 13 из 13. Не понимаю я. Тут вообще хватает. Подождите, а где оно показывает нормально? Корода. Довольство. Вот это тогда что 13 из 13? Вот это вот. А, вот 16 из 13 уже Рим. Так. Анцы, походу. Так. Давайте срыв ракетостроения отправим кто-то к этому. К Галу опять же. Так, диверсия на производстве тут прошла нормально, да? Это опять к Галу. Кому-нибудь в Самарабриву. А, подождите, мы не можем у них, у него, вот в чем проблема. Кто у нас еще тогда запускает? Гильгамеш и Тамирис. Давайте Гильгамешу. Три ядерки. Ну, надо в кого-то их кинуть. Естественно, когда, знаете, висит, в театре на сцене висит ружье, значит, в конце спектакля оно должно выстрелить. Если у нас в уведомлениях висят ядерки, значит, в кого-то они должны прилететь. Эффективность дальномойных атак против городов. Да. Христос Искупитель. Убили индуса, захватили вавилонянина. Могу к Леопатрии продавать, если бы она мир со мной заключила. Только Александр ко мне более-менее. Видите, претензии от других игроков к вам минус 23. Этого не так, не очень ко мне. Все. Что я такое сделал? Я вообще как тут этот пирожочек, по-моему, всю партию в основном. Мякиш, я бы даже сказал. Ну, Клеопатра плохо себя вела. Не знаю, как, правда, даже нечего предъявить ей с другой стороны. Плохо вела. Эти там галы завершили, по-моему, второй проект было написано. Да. А мы третий. Так. Нам бы очень королев... Так. Я думаю, что мы его выкупим верой, поэтому... Мы сейчас не будем проект доделывать. Вот сколько он сейчас строится, последний проект? Семь ходов. Я думаю, что мы его быстрее как раз королевым добьем. Я этого никогда не видел, сейчас играю. Выброс радиации в атмосферу на атомной электростанции Махенджи-Даро. Произошла авария. Пострадало ноль клеток, потеряно ноль населения, уничтожено ноль юнитов. Интересный выхлоп. Прикол, взрыв на атомной электростанции произошел. Прикиньте, ветер отсюда на самом деле понес все... Блин, где он? Понес все на Индию. А ветер был западный. И Варангал, Хайдераба, Транчи на самом деле пострадали. Странно, как-то они юниты ведут. Их просто тут всех уничтожаю и все. Так, подождите, а ветер не исследовательские гранты нужны. Мне сейчас нужны инженерные эти. Логистика промышленной зоны. Нафига мне. Эту я и так возьму, и я уже открыл все, что мне надо. Так, юниты. Юнитов тут не видать. Этот пускай стоит, лечится. И уну, если я возьму, она тоже, хотя отваливаться не будет. Не знаю, пушку звеню, я буду и уну атаковать. Что мне эта пушка сделает? Так, логистику промышленной зоны делаем. Так, и срыв ракетостроения надо куда-то к Галлу. Где у него космопорты? Ну, та же Адуатака. А мне кажется, что Дуракарторум... Дуракартурум. И Дуракартор, это один и тот же город. Так, подрыв дамбы. Не хочу ничего покупать. Я хочу, пока не купим Королёва, сейчас копить и деньги, и веру. Чтобы точно там нам хватило. 1376 науки. При том, что мне это уже не надо. А что сейчас у нас? Современный танк просто убился от моего робота. Армии танков с моря атакуют. Даже не высаживаясь. Просто царапают стены. Это такие десантники. Просто с моря. На катере типа Тунец. Так, эффективность дальнобойных против городов увеличена. Так, корабли тут никакие не плывут. Потому что у меня этот самолёт... Вот. Он в первую очередь против кораблей. Ну, если он будет атаковать с моря, я вообще не против. Так, 100% к космической гонке. Это отлично. Необходимое количество пасов, чтобы стать... Ну, почему нет, кстати? Так, не хватает у меня ещё купить... Ну, так, наверное, следующим ходом должны его взять. У нас же Гонконг... Наш союзник. То есть, вы понимаете, что 30% ещё к нашим этим всем проектам. Да, блин, думаю, убью. Добивать... Не хочется под этот... Подсоляция нефти у нас мало. Не хочется под город подставляться. Блин, он ещё... Сюда ещё и танками своими припёрся. Буду город атаковать. Ой. Так, а какую ГГшку мы хотим заставить? Наска и так наша. А тут рядом... Ну, нам надо, чтобы ещё и на воде было. Гонконг и так наш. Блин. Дофига. А какой там следующий флотоводец? Ну, такое. А у меня нету ГГшек рядом, которые бы... Я мог союзить. Вот в чём проблема. А ну, тогда просто поплыву к броненосцу. Ты чё? Срыв ракетостроения. Блин, просто ноль ходов. Нормально? То есть он прям... А почему он исчез? Ну, вот он тут. Но при этом его не видно. А, блин. Вот космопорт. Всё, и сейчас куда-то этот... У него космопорт просто в третьем радиусе построен. Блин, Александр последний мой друг. Просто потому, что все со мной воюют. А Александру нравится, когда ты с кем-то воюешь. Так, со мной воюют все. Он просто в экстазе там, наверное. Индейские линейные пехотинцы. Просто урон 100. Убились об робота. Набегают с ружьями, стреляют по роботу. Ужас. Страшно представить. Так, ну тут у нас уже практически всё. Со в королёвом. Можем купить. Причём даже за веру. Отлично. Мы его сейчас не сможем использовать, да, пока? Ну мы следующим ходом прям в Риме построим этот... Даже не знаю, что тут. Фестивали проведём. Чёрт, его поймали. А куда второй армия танков делать, куда? Русачки эпохи набиваю на этих армиях. Так, ну, я так скажу. Бweekки эпохи набиваю. Не знаю, что до этого. Не знаю, что у нас. Ты куда? Тёрт, его поймали. Так, перебиваю. Фестивалем напоследок Еще кого-то убил Убит шпион Гальской империи И все-таки Пингалу выкинул кто-то Ну ты посмотри Да сколько там у меня шпионов сидит Я двоих убил Одного поймал Все просто отправили Походу Но это уже не важно Так Ну например Одно время просто отправим Последняя пошла экспедиция Субтитры сделал DimaTorzok А сколько у нас вообще космопортов Как бы увидеть Ага вот Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Гости есть Семь должно быть Короче Раз Два Три Четыре Пять Пять Шесть Кто седьмой Чего вы Что я уже так много Культуры Тридцать ходов Победы культурой А у них как с улетом Никак Умные материалы открыты Нанотехнологии нет Но это я частенько вижу Но почему-то компьютеры Немножко Забивают на одну из Технологий Нет уже не буду Покупать Скорее уже Заканчивать надо Атомки сейчас напоследок В шумера кинем Пошел в узелье Поплавать Армия танков Очень удобно Переправляться Что и не помирится Никто со мной Уже Пошли мне Караваны Грабить Вот это Не очень Хорошо Сутки на производство Там Ну с другой стороны Я уже Все проекты запустил Мне тут осталось Стэн Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шумер Уму Не может Удержать Шумер 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 Ну и куда танк отсюда делся? Вот это, наверное. Ну еще раз могу выполнить, ну да, у нас же геликарнас. Так, что-то уже армии танков много как-то стало. Ну ладно. Ну ладно. Зачем мне уже хищение средств? Мне же эти деньги делать некуда. Великих людей каких-нибудь купить. Ну ладно. Ну ладно. Суан отвалился. Ну Фивы и Пиемру держатся. В Иуну надо стены поставить. Отремонтировать. Елизаветовская скифы новый город основали. Пора, да, пора. Давайте вообще на общую карту посмотрим. Так, раз. Вареции два. Путиолах три. Четыре. Пять. Восьми шесть. И воровейни семь. Просто прикрывает линкорами, которые я ваншотаю. Зачем? Непонятно. И высаживаются в центре у меня страны, чтобы я их там убивал. Тоже непонятно зачем. А, помимо, можно разграбить. Если можно разграбить торговый путь, то почему этого не сделать? Так, ну пора провести испытания ядерного оружия. Вот тут Оксфорд, аэродром УРУК, кампус по ученым, которые не смогли помочь шумерам улететь в космос или изобрести ядерное оружие раньше нас. Как всегда, красиво. Фига куда танк доехал так. А у нас тут разве не было какого-то современного танка? Вот он. Помнишь, у кого-то привозил сюда. У нас дороги медленные. Медленные. Нефть просто нужна, не хочу апгрейдить. Нефть у нас как раз мало. Куда он поплыл? Вот просто тут постоял, постоял, то есть проплыл сквозь, сквозь нашу страну. Опять какого-то губера у меня забрали. Так, сколько у нас там лететь-то осталось? Девять за ход, преодолено десять. Ну, то есть два хода, я так понимаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Китай догадался высадиться, а не с моря танками атаковать. Так, тут. Китай догадался. Продолжение следует... Надо еще на галла сбросить вот одному шумеру, что ли, вся радость. Так, ну тут космопорт без города. Ага, вот есть киш. И космопорт, и город. И военный лагерь. Все как мы любим. Ой, у него, смотрите, не смопан. Блин, у него зенитка стояла, оказывается. Но не получилось, не фортануло. Еще парочку спутников. Смотрите, 813 науки у галла. Неужели еще ничего не все открыли? Ну вот нанотехнологии, просто мимо нанотехнологии. Зато кир нанотехнологии открыл, но ничего другого. Какой-то прикол. Белегамеш, только умные материалы. Ну, науке дофига у галла. Почему он меня не достает, я не знаю. Ого, не хочет со мной дружбу. О, уже и роботы у галла пошли. Солидно. Ну, где-то каска крадется. Солидно. 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 ну робота атаковать хотя он как-то нормально вообще по нему урон я просто решил что может там типа робот силы как мой а это ничего подобного ой-ой-ой-ой блин мы тут проекты там где надо было ну хотя с другой стороны наверное так хватит у нас 19 до час мы еще пролетим до через ход ну то есть не этим ходом и побег хотя 14 блин по пол пол хода не хватило что вынер просто тогда shift enter нажму можно начать подводить итоги вы знаете ну во-первых способность юлия цезаря все-таки слабовато мне кажется в сетевой игре она будет получше если есть сосед рядом если есть рядом сосед но у нас получилась такая большая территория и не так уж много военных лагерей но приятно сразу захватываешь я не знаю по моему штуки три поселенца купил именно с этой способности а вот если рядом есть сосед и у него уникальные юниты вот там не на ранней эпохе то легионами юлий цезарь может захватывать города и за счет этого еще покупать армии то есть но может таким валом пройтись в принципе надо сетевой игре смотреть как это работает то есть но те вам надо готовить просто если у вас когда юлий цезарь соседей просто надо готовиться с ним воевать иначе тут печаль его получил кстати ачивку матч из ауранцы salad sensation теперь по поводу этого мода вот на войну юнитов которые были вы знаете похоже он неплохо работает мы конечно мы не очень воевали много но тот факт что галлы смогли финики захватить и тут вообще захватывались вот города у других цивилизаций показывает что компьютеры как-то лучше юнитами начинают действовать и смотрите что мне еще пришло на ум во второй половине галл не сильно пероставал по науке тут два момента есть первое похоже компьютер не очень понимает что ему счастье надо то есть он видимо плохо торгует друг с дружкой ресурсами вот посмотрите когда они мне все объявили войну как у меня все просело и нужен мод яду я думаю что есть путь мод люди сделали чтобы ресурсы компьютер дороже продавал и дешевле покупал потому что я вот за счет этой торговли ресурсами много денег имел и много счастья надо поискать мод на торговлю ресурсами первое и второе мод чтобы сам компьютер между собой этими ресурсами торговал и чтобы у него был бонус просто эти у меня повышается вот вы видели у меня почти там тысяча была науки они мне все объявили войну у меня опустилась до 600 по моему где-то вот так потому что счастье просела ну и плюс там еще города государства мне войну объявили то есть вот это надо как-то отрегулировать а в и в принципе довольно ровно тогда будет вот мне сейчас вот пришла вот надо вот эти какие-то два мода либо чтобы кто-то сделал либо поискать то что уже довольно много модов сделано вот этим вода модом на юнит ну в общем вообще интересно получилось ваши впечатления как всегда жду в комментариях не забудьте лайк поставить ну и на этом прохождение за юлия цезарь и завершено спасибо что смотрели слава украине живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео